Сандре, молодой свободно кочующей лошади, чрезвычайно повезло, что у неё появился второй шанс на жизнь после того, как её обнаружили застрявшей глубоко в грязевой яме к западу от города. «По шкале от 1 до 10, давайте наберём около 12 баллов», — сказал житель округа Маунтин-Вью Даррил Главер, один из спасателей из группы общества помощи диким животным Альберты, когда его спросили, насколько повезло животному. «Это была просто чрезвычайно случайная встреча», — сказал Главер. «Динамику тамошних стад», — сказал он, добавив, что опроверг ошибочные утверждения о том, что у свободно кочующих лошадей нет естественных хищников. «У меня есть много видеозаписей, где на них охотятся», — сказал он. В последней неделе Главер сказал, что они наткнулись на туши примерно 10 других свободно бродящих лошадей, которым повезло меньше. То, что в среду, 6 мая, первоначально началось как фотоэкскурсия на внедорожнике в глубинку округа Клируотер в рамках попытки задокументировать стадо, неожиданно превратилось в импровизированную спасательную операцию, — объяснил Главер. Его сопровождали Дарла Каннелли из Стратмара, Нэнси Гисбрихт из Калгари и партнёр Барп Робинсон, также из Олдс. «Каждую неделю мы совершаем две или три разные поездки на Запад, в Придгорье», — сказал он. «Я старый владелец ранчо на пенсии, у меня на самом деле нет работы. Так что это моя работа — присматривать за этими лошадьми, чтобы убедиться, что у нас есть довольно хорошее представление о том, что происходит между группами». Его страсть расцвела много лет назад, в 2014 году, когда он узнал о сокращении популяции свободно кочующих лошадей, которую с тех пор он стремится защитить. «Наблюдение за популяциями, убийствами хищников и тому подобными вещами действительно помогает нам понять. Это была особенно тяжёлая зима для них. Некоторые, по-видимому, умерли от голода, некоторые от убийств хищниками», — сказал он, добавив, что группа с некоторым успехом занималась поиском новых жеребят. Когда несчастная примерно двухлетняя кобыла, которая, к несчастью, попала в ловушку Мускега, несомненно, смертельно опасную в остальном, привлекла внимание группы из четырёх любителей лошадей издалека, они были вынуждены действовать. Но, по его словам, изначально они не были уверены, было ли сопротивляющееся животное ранено или, возможно, рожало. Припарковав и заглушив свои квадроциклы неподалёку, группа, осторожно приблизившись, поняла, что примерно на три четверти кобыла погружена в густую грязь. «В это время года лошади любят ходить туда, потому что по мере того, как сходит снег, трава становится доступной, и они всё ещё могут ходить по замёрзшим поверхностям», — сказал он. Но каждый год мы теряем определённое количество людей, которые проваливаются в пропасть, в эти маленькие провалы, которые обычно потачиваются текущими потоками. По его словам, не подозревая об опасности, скрытой под поверхностью, животные невольно идут по воде глубиной всего в несколько дюймов, но внезапно попадают в яму глубиной пять или шесть футов. По его словам, поскольку лошади ни на что опереться задними ногами в попытке освободиться, животное в конечном итоге изнемогает в тщетных попытках вытащить себя передними ногами. По его словам, когда они приблизились, кобыла проявила очень незначительный страх. «Когда я протянул руку, и она коснулась её своим носом, это выглядело так, словно её только что ударило током», — сказал он со смешком. Но, я думаю, она быстро поняла, что мы были там, чтобы помочь. Она ни разу не запаниковала. Она была очень терпелива с нами. По его словам, когда они разрабатывали план по освобождению кобылки из грязи, их целью было обеспечить безопасность животного, поскольку неправильное движение могло причинить больше вреда. «Мы, конечно, не хотели ничего надевать ей на шею», — сказал он. «К счастью, хорошо оснащённые множеством приспособлений на своих квадроциклах, включая лебёдку и ремни, они приступили к грязной работе. Мы вчетвером просто никак не могли вытащить её физически. Его пришлось вытаскивать с помощью лебёдки», — сказал он, добавив, что работа, включавшая обмотку ремней вокруг задних конечностей животного, заняла около часа. «Мы никоим образом не причинили ей вреда, вытаскивая её оттуда. В целом, это была очень успешная операция», — сказал он. «Их единственным сомнением было состояние задних ног кобылы, которые они не могли видеть и опасались, что они могли находиться в согнутом положении, что затрудняло попытки надёжно обернуть ремни сзади. К счастью, по его словам, нащупав дорогу в грязи, они обнаружили, что ноги уходят прямо вниз. И это именно то, чего мы хотели», — сказал он. «Мы просто были медлительными, методичными, терпеливыми. И нам посчастливилось, что у нас было подходящее оборудование, чтобы вытащить её оттуда. Лошадь, должно быть, израсходовала много энергии в своей отчаянной борьбе, которая, по словам главера, длилась несколько часов, и он сказал, что у неё мгновенно проявился зверский аппетит. Она хотела есть траву, которая попадалась ей на глаза. Она съела абсолютно всё, что было в пределах её досягаемости, пока была в яме всё, что она делала это ела. Переохлаждённая и онемевшая, когда она выбралась из ямы с грязью, кобыла сначала пыталась стоять прямо, но примерно через 15 минут снова двигалась, как дикая лошадь», — сказал он. Несмотря на тяжёлое испытание, главер выразила уверенность, что она придёт в себя, и планировала вылететь не только для того, чтобы попытаться проверить кобылу, но и для поиска других животных, которые могли бы оказаться в подобном затруднительном положении. «Это довольно распространённое явление в это время года», — сказал он. Даже прямо за тем местом, где она была, всего в четырёх футах позади неё, была куча костей предыдущих лошадей, которых постигла та же участь в той же яме. По его словам, от Сандри до Яхатинда и от реки Реддир до реки Клироутер насчитывается около одной тысячи лошадей, добавив, что конная зона Сандри является домом для самой большой концентрации свободно кочующих лошадей в Альберте. Хотя главер впервые столкнулся с нахождением живого животного, застрявшего в грязи, он неоднократно ранее обнаруживал кости в болотах в других местах, что указывает на безвременную кончину множества других животных. Он сомневается, что без их вмешательства она выжила бы. «Если бы мы не пошли по этому следу в тот день, там больше абсолютно никого не было, она наверняка была бы мертва к утру. Она была довольно измучена и изрядно переохлаждена», — сказал он. «Возможно, она не дожила бы даже до вечера, не говоря уже об утре. Так что ей очень повезло», — сказал он, добавив, что именно поэтому они решили назвать ее Фейд. «Она доживет до следующего дня и, возможно, родит несколько детей». «Она доживет до следующего дня и, возможно, родит несколько детей.